Саров Инвест и Волга – лидеры областного первенства, поэтому болельщики изначально были настроены на яркие эмоции и красивую игру. И они ее получили. Хозяева льда завладели преимуществом с первых минут матча, но их гости не готовы были сдаваться без боя. И как результат – немалое количество забитых шайт в воротах обеих команд. 16-5 – итоговый счет на табло. В целом игра прошла неплохо, много бы забили. Как бы заветили, это мы уже на протяжении последних игр делаем. Минусы – это провалы. Все равно есть в обороне, пропускаем. Сегодня пропустили четыре шайбы, над этим надо работать. Победа не благодаря, а вопреки, так можно сказать, про команду Саров Инвест. Как новички, они получают время для тренировок в Ледовом дворце по остаточному принципу. Два раза в неделю по часу с небольшим, ближе к полуночи. И порой, чтобы подготовиться к матчам, ребятам приходится тренироваться на уличных коробках. С такими проблемами спортсмены из Воротынца не сталкиваются. Благодаря новому ФОКу им удалось сделать тренировочный процесс оптимальным. Занимаемся мы два-три раза в неделю. Льда хватает достаточно. Условия для тренировок у нас, так сказать, хорошие. До строительства ФОКа условий не было, можно сказать. А сейчас растим молодежь и стараемся конкурировать с другими. Последний матч первого этапа первенства хоккейный клуб Саров Инвест провел на выезде с кварцем. На бору развернулось настоящее ледовое побоище. Ни одна из команд не готова была уступить. Основное время завершилось с ничейным счетом 4-4. И только в овертайме хозяева льда буквально вырвали победу у гостей, прервав тем самым беспроигрышную серию команды Саров Инвест. Впрочем, главные матчи турнира еще впереди. В выходные стартуют игры плей-офф, в ходе которых и определится чемпион области. И первый матч второго тура команда Саров Инвест проведет 4 марта дома против Арзамаса. Начало встречи в 13.00. Вход свободный.